Я приветствую всех! Вы смотрите Первый городской. Это проект интервью дня. Меня зовут Наталья Болдинская. 15 мая в мире отметили День памяти людей, погибших от ВИЧ. По статистике, каждый десятый украинец, узнавший о своем ВИЧ-позитивном статусе, криворожанин. Сегодня поговорить о том, как живут люди с таким диагнозом, об их проблемах, с которыми они сталкиваются, будем с директором Криворожского отделения Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ Эллы Соколюк и главным врачом Криворожского центра здоровья Лилия Веровенко. Здравствуйте! Начнем мы разговор с того, как давно появилась организация ваша. Элла, это вопрос к вам. И сколько людей она насчитывает на сегодняшний день? Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ, это такая общеукраинская национальная организация. Она насчитывает уже 15 лет. Наша организация в этом году, в июле, ей будет 11 лет. На сегодняшний день у нас работает более 90 человек персонала. Это специалисты, эксперты, медицинские консультанты, социальные работники, психологи, детские психологи, медсестры, которые оказывают комплекс услуг для людей, которые столкнулись с проблемой ВИЧ-инфекции. Чтобы получить помощь вашей организации, как это вообще происходит? Человек приходит, становится к вам на учет или как-то вы ведете какую-то статистику, количество людей, которые к вам обращаются? Да, у нас на сегодняшний день более 7,5 тысяч клиентов. Это только по городу Кривый Рог. Это те люди, которые столкнулись с диагнозом ВИЧ-инфекции. Среди них есть и дети, и беременные, и взрослые, и пожилые люди. Также мы работаем с колониями и работаем с группами риска на улицах с различными… люди, которые столкнулись с различными проблемами. У нас есть выездная бригада мобильная, которая тестирует людей на улице, предлагает тестирование, консультирование сразу же на месте. И мы работаем с шестью колониями по Днепропетровской области, где также оказываем услуги профилактические, медицинские консультации, социальные и психологические. Для того, чтобы к нам обратиться, нужно просто прийти или позвонить по телефону. И также мы работаем практически во всех поликлиниках, во всех центрах первичной медико-санитарной помощи Кривого Рога. Работают наши консультативные пункты, социальные работники. Мы сотрудничаем со СПИД-центром, со стационарами, где могут находиться эти люди. Люди могут к нам обращаться сами, могут направлять врачи. Или же мы сами находим людей, которым нужна помощь, как сарафанным радио передаем. И наши социальные работники предлагают эту помощь активно воспользоваться услугами организации, чтобы не остаться один на один с проблемой. Основные шаги, как вы помогаете, с чего начинаете и цель, собственно. Первая задача – это, конечно, поговорить с человеком, определить. У нас есть так называемая оттенка по треп, когда социальный работник оценивает ситуацию, жизненную ситуацию, ситуацию со здоровьем. Первые очередные шаги намечает вместе с человеком, с клиентом организации. Что нужно сделать? Иногда доступом к лечению является банально, что человеку нет денег на проезд. Или же не с кем оставить детей, это многодетная мама, которая не может получать лечение, потому что не с кем оставить детей. А лечение требует пребывания в больнице? Или пребывания в больнице. Или же даже маме поехать пройти обследование. У нас есть детский центр, куда мама может привезти детей, или социальный работник может забрать деток. И они находятся у нас в течение дня, где полностью о них забота и развитие, все услуги в детском центре. Или же у нас есть также тяжелые пациенты, и наши социальные работники оказывают услуги, так и называются, немедицинский уход на дому. Когда у человека никого нет, или родственники тоже нужно работать. И тогда наши социальные работники оказывают и помощь по дому, и бытовую помощь, и доставляют лекарства, и медсестры забирают кровь на дому, и доставляют, чтобы не возить человека. Мы оказываем услуги по транспортировке, оказываем услуги доставки препаратов, люди, которые на амбулаторном лечении туберкулеза, мы контролируем прием. И также мы оказываем гуманитарную помощь, особо кто нуждается в этом. Это продуктовые наборы. До этого вот в течение пяти лет мы очень активно помогали медицинскими препаратами, медикаментами. Но на сегодняшний день Глобальный фонд решил, что Украина сама все-таки должна заботиться больше о своих людях. У нас пока нет такой услуги. Но мы также занимаемся, привлекаем благотворительные средства. Особенно сейчас, конечно, это дети в первую очередь. И как только мы узнаем о том, что есть ребенок, который нуждается в такой помощи, мы собираем деньги по всей Украине. На лечение, конечно. А дефицит есть с лекарствами или проблема только в их стоимости? Ну, смотрите, смотря в каком лекарстве, антиретровирусная терапия по закону бесплатна в Украине. Ее невозможно нигде купить. Она закупается централизованно, либо государство ее закупает, либо Глобальный фонд. Сейчас Украина передала с прошлого года международным организациям закупки во избежание коррупции и оптимального использования денежных средств. Все остальные, но не только антиретровирусная терапия. Если человек попадает в стационар, ему очень часто нужны антибиотики, ему очень часто нужны дополнительные медикаменты, лечение бывает дорогостоящее. Если человек попал в состояние СПИДа уже в больницу, конечно, тогда очень много требуется лекарств. И особенно, как правило, страдают дети. Поэтому ввиду ограниченности ресурсов мы, конечно, все-таки больше, в первую очередь, мы помогаем деткам. Но на сегодняшний день ситуация с антиретровирусными препаратами, она какова? Они есть в Украине? Ситуация у нас грустная на самом деле с антиретровирусной терапией, потому что с прошлого года были провалены государственные закупки. В течение очень долгого времени шли торги, пока договорились и передали. МОС очень неохотно отдавал закупки международным организациям. Это было требование нашей всеукраинской сети и пациенты Украины организации. Мы проводили акции, забастовки, требования выдвигали. И вот, наконец-то, передали закупки. Украина передала международным организациям, ЮНЕЙТС и ЮНИСЕФ, которые сейчас делают эти закупки. Но график поставки лекарств был сорван. Поэтому в прошлом году перекрыли недостачу за счет глобального фонда и за счет ЮНЕЙТС. На сегодняшний день до сих пор, вот уже май, до сих пор в 2015 году закупки не сделаны. И по сегодняшний день перекрывают это международные организации. Вот на сегодняшний день около 4,5 тысяч схем были закуплены только ПИПФАР препараты. Это тоже агентство США с международного развития. Это все-таки американские деньги, которые помогли. И вот для того, чтобы не оставить людей без лечения, сейчас это международные организации закупили и передали эти схемы. Государственных закупок пока до сих пор нет. Мы их ждем все-таки, когда они будут объявлены. По прогнозам, скорее всего, они будут куплены только в августе или в сентябре. То есть большая возникает дыра и опять же перекрывают за счет технической международной помощи. Давайте поговорим также о динамике распространения заболеваний и о статистике. Какая она официальна на сегодняшний день и насколько эти цифры реальны и далеки от реальных, наоборот. Ну, в общей сложности в Украине на сегодняшний день зарегистрировано больше 240 тысяч человек с поставленным диагнозом ВИЧ-инфекция. В Днепропетровской области это более 22 тысяч человек. Из них 9,5 тысяч человек это кривой рог. То есть практически почти 50% от всей численности Днепропетровской области пациентов с ВИЧ-статусом это кривой рог. И, как сказать, мы не знаем, по мнениям эксперта, одни говорят, что эту цифру нужно умножать на 3, на 4. Некоторые пессимисты говорят, что нужно, если брать скрытую эпидемию, умножать на 7, на 8. Пока на сегодняшний день официально это около 9,5 тысяч человек состоит на учете в Криворожском спеццентре. Из них только 50%, вот как мы высчитывали, это люди, которые приходят за услугами, которые получают лечение. И практически половина это те люди, которым когда-то был поставлен диагноз, но они никогда не появлялись в спеццентре. И вот как сейчас показывает практика, они не состоят на диспансерном, они на учете состоят, а под диспансерным наблюдением не пребывают, они не обращаются. И, к сожалению, вот сейчас наш проект «Респект», который мы реализуем, мы подняли такую волну, что сейчас все чаще и чаще идут люди, как иновь выявленные, они считают. А когда мы начинаем доводить до учета и ставить, оказывается, человек может состоять на учете с 7-го года, с 8-го года. Просто он либо не знал, либо он несерьезно отнесся в свое время, не поверил в это. И, к сожалению, время упущено, и очень много сейчас выявляется уже людей в состоянии СПИДа, достаточно в тяжелом состоянии, когда лечение долгосрочное, когда большие риски вообще сохранения жизни и здоровья человека. Расскажите о программах поддержки, насколько эффективно они работают в Украине. Мы уже затронули вопрос антиретровирусной терапии, сейчас есть сложности. Ну а в целом страна как-то поддерживает? Работают ли эти программы у нас? Да, у нас есть национальная программа, которая была утверждена в прошлом году и которая должна быть до 2018 года. Программа достаточно хорошая, очень много общественных организаций. Мы также принимали участие в ее разработке и рекомендации. Программа великолепная, только денег под нее практически нет. Есть деньги на закупки тест-систем, есть деньги на закупки какие-то относительно молочных смесей, есть деньги на закупку антиретровирусной. Практически нет денег на профилактику, не выделены. И очень мало вообще практически Украина не выделила денег на уход и поддержку, которая была запланирована. Потому что не только, конечно, в первую очередь человеку нужно лечение. Но для того, чтобы он это лечение получил, ему нужны услуги по сопровождению, по уходу и поддержке людей, по помощи, по выявлению, по построению этих систем. Глобальный фонд преимущественно занимается, который оказывает, по сути, за деньги глобального фонда были созданы все программы в Украине, которые начинались в конце 90-х годов. Это только при помощи и поддержке глобального фонда Украина разработала стратегию. И все тест-системы, построение спеццентров, получение медицинских препаратов в свое время это было все 100% практически за деньги глобального фонда. На сегодняшний государство больше на себя берет. Есть еще большие организации, как агентство США по международному развитию, USAID, которое реализует план президента Америки США и которое выделяет достаточно много денег на сегодняшней Украине для поддержки в кризисной ситуации. С учетом того, что у нас идет война и экономический кризис. Есть UNICEF, международная организация, и они также очень поддерживают. Есть UNEITS, то есть они поддерживают достаточно много международной организации. Украина, скажем так, к ВИЧ-инфекции относится очень часто по остаточному принципу. То есть есть программы, но под них добиться выделения среды достаточно тяжело. И это, конечно, очень тормозит. В 2012-2013 году нам удалось добиться платы. Международные организации отметили, что Украина молодец. Мы стабилизировали эпидемию, эпидемия пошла на спад. Но с учетом последних двух лет, вот у меня есть цифры, что за первый квартал 2015 года уже было на 164 случая выявлено больше, чем в первом квартале 2015 года. И, соответственно, более чем на 200 человек выявлено больше, чем в 2013 году. С чем это связано? Статистика неутешительная. Да, с чем это связано, пока мы думаем. То ли мы просто стали очень качественно выявлять, хорошо работать и наладили системы. То ли это все-таки, пока это, конечно, посмотрим еще через полгода, когда будет собрана вся статистика по Украине и будут сделаны выводы экспертами. Лилия, вопрос к вам. Как долго человек может ходить, не подозревая о том, что у него ВИЧ-инфекция? Какие первые симптомы и о важности прохождения обследования тестирования? Конечно же, бессимптомное течение ВИЧ-инфекции может продолжаться до 10 лет. То есть первоначально, когда человек ВИЧ-инфицируется, первые две недели это может быть проявление банальное ОРЗ-ОРВИ. То есть это лихорадка, это ломота в теле, это ломота в суставах, головные боли, насморки. То есть банальное ОРЗ. Потом стихают эти все симптомы и человек ведет себя, чувствует себя абсолютно хорошо, никаких проявлений нет. Единственное, что в течение первых трех лет он начинает чаще болеть. То есть простудные заболевания, может быть атиты, могут быть какие-то грибковые, стоматиты могут проявляться. Но вот именно частые, именно такие вот заболевания. А вот уже клиника проявляется спустя 7-10 лет. Какие это? Это без лечения. Это без лечения. Это если человек не проходит и не принимает АРТ-терапию. Естественно, если же он принимает АРТ-терапию, то уже явные признаки ВИЧ-инфекции, они не проявляют себя вот в такой вот степени, как без лечения. Если человек болен и не знает об этом, через 7-10 лет, как Вы сказали, проявляются первые уже признаки непосредственно. На что это похоже? Какие? Ну, самое главное, это иммунодефицит, который проявляется. Это может быть и кандидоз пищевода. Это может быть какие-то инфекции половых органов, часто проявляющиеся. То есть клиника может быть разнообразная. Причем в зависимости от того, какое слабое место у человека, там и будет проявляться дефицит иммунитета. Поэтому самое главное, это туберкулез, потому что мы все инфицированы микобактериями туберкулеза. И когда иммунитет работает хорошо, слажено, микобактерии туберкулеза, они подавляются в нашем организме. И только начинается спад работы иммунной системы, соответственно, проявляется. Это одно из самых распространенных заболеваний. Называется коинфекция. Коинфекция. И туберкулез на сегодняшний день выводит на одно из первых мест смертности. Это такая коинфекция, это двойная инфекция. Двойная инфекция. ВИЧ-инфекция, ВИЧ-туберкулез. Да. И, как правило, наиболее подвержены туберкулезу люди с ВИЧ-инфекцией. И продуцируется он у них больше. И самая неприятная ситуация, это то, что Украина расплодила мультирезистентный туберкулез. В связи с тем, что у нас то были таблетки, мы лечили, то не было таблеток. Кто пьет человек, кто не пьет. Меняли схемы, меняли препараты. И вот на сегодняшний день мы имеем мультирезистентный туберкулез в соединении с ВИЧ-инфекцией. Мультирезистентный – это множественный, устойчивый к лекарствам и туберкулез. Элла, Ваша организация называется «Сеть людей, живущих с ВИЧ». Какой является в общих чертах жизнь человека с таким диагнозом? Какие сферы, как бы самые типичные, проблемные, с которыми сталкиваются ВИЧ-позитивные люди? Дело в том, что вообще ВИЧ-позитивный человек – это такой же человек, как мы все с вами. Но только в его крови есть вирус иммунодефицита. У нас у каждого есть какие-то заболевания, о чем-то мы говорим, можем пожаловаться, о чем-то не говорим. Вот ВИЧ-инфекция – это как раз из тех заболеваний, о которых не принято говорить. И мы сталкиваемся с такими ситуациями, что иногда, вот приведу один случай, молодая достаточно женщина, 34-х лет, тяжело заболела, стали спрашивать, что с ней, в общем, стали обследоваться, выяснилось, что у нее ВИЧ-инфекция уже в стадии СПИДа. Она его получила от мужа половым путем, она об этом не знала, абсолютно нормальная женщина с высшим образованием, работающая. И сколько мы с ней беседовали, в течение двух месяцев мы ее убеждали, чтобы она все-таки начала лечение. Ответ, который мы получили, он очень ярко иллюстрирует то, о чем мы сегодня с вами говорим. Она сказала, что я лучше умру, чем я буду с этим позором жить. Вот ВИЧ-инфекция – это такая стигма, как ярлык приклеенный к том, что это некая такая постыдная болезнь, которой болеют проститутки, гомосексуалисты, наркоманы, такая антисоциальная, что если вирус обнаружен, это говорит о человеке, как о каком-то очень таком плохом, маргинальном, непорядочном. На самом деле это неправда. На сегодняшний день более 60% – это половой путь передач. Обычные люди, такие же, как мы с вами, с заботами, с проблемами, как заработать денег, как накормить семью. И, конечно же, это первый вопрос, который встает – как мне продолжить свою жизнь дальше? То есть жизнь раскалывается до диагноза, до постановки ВИЧ-статуса и после. И если это своевременно выявлено, то есть человек еще не дошел до стадии СПИДа, там больше психологического характера. Это как мне сохранить эту жизнь, как мне сказать партнеру об этом, примут ли меня близкие, что у меня будет с работой, как мне ездить в спеццентр, если меня кто-то там увидит или узнает, как мне принимать препараты, то есть как мне свою жизнь здесь с этим. Если это беременная женщина, которая в беременности столкнулась с этим диагнозом, конечно, там больше страхов, как это отразится на моем ребенке, будет ли мой ребенок здоров. И снова тоже, как близкие, как врачи, как я рожу. Ну и, конечно же, там переживания за себя, за свою жизнь, за ребенка. Если же человек уже это в состоянии СПИДа узнает об этом диагнозе, конечно, там уже идет вопрос жизни и смерти, и больше всего там волнует, останусь ли я жив, найду ли я деньги, смогут ли меня вылечить, как мне с этим быть. Вообще, в первую очередь, конечно же, человек сталкивается с тем, который когда задает вопрос, кто я и какой я, как мне дальше с этим жить. Как правило, этот период длится от двух-трех, как принятие диагноза, в некоторых случаях до года, до двух. Но жизнь продолжается, мы объясняем, что есть лечение, что как бы все сложится. Единственный момент, очень сложно бывает человеку получить какую-то медицинскую помощь вне специализированных учреждений, это СПИД-центр, либо это инфекционная больница. Если он идет в поликлинику, есть очень случаи, когда человек идет, мы же его обучаем, чтобы тебе не назначили какие-то препараты, которые тебе могут повредить. Желательно, конечно, чтобы ты лечащему своему врачу сказал о том, что у тебя ВИЧ-инфекция, ты принимаешь антиретровирусную терапию. К сожалению, у нас заканчивается время. Если можно, два слова о проекте Респект. Что это за проект? Интересный, новый, к чему он призван, его цель? Проект Респект как раз и связан на то, к чему-то я не договорила, то, что стигма и дискриминация, как правило, сталкиваются именно в медицинских учреждениях наших пациентов, когда им отказывают медицинской помощи, потому что он ВИЧ-инфицирован. И наш проект Респект как раз и нацелен на снижение барьера доступа пациентов к медицинской помощи путем обучения врачей и путем снижения у них именно дискриминирующего отношения к таким пациентам. Лилия, вы один из экспертов этого проекта. Вы проводите тренинги тоже. Два слова, если можно. Чему учите наших медработников? Самое интересное, что эти тренинги, они позволяют высказать те страхи, которые есть непосредственно и у врачей, и медсестер, потому что тренинги, они смешанные, участвуют как средние медицинские работники, так и врачи. И вот этот вот страх, который накопился за всю историю ВИЧ-инфекции, о том, как можно инфицироваться, люди высказываются, делятся опытом, кто-то более опытный, кто-то менее опытный, как себя защитить. И самое интересное, есть такие ролевые, скажем так, упражнения, когда есть опыт быть стигматизированным или быть инфицированным, то есть когда люди в группы разделятся, и они проговаривают какие-то ситуации определенные. Когда человек узнал, что он ВИЧ-инфицирован, во-первых, сам медработник становится на место ВИЧ-инфицированным. Они проговаривают, когда это могло произойти, то есть уже практически идет разговор о том, проговариваться непосредственно пути инфицирования. Соответственно, кроме этого, обязательно идет ознакомление законодательной базы, повторяются, естественно, пути инфицирования, статистическая информация и очень интересные моменты в сравнении ВИЧ-инфекции и гепатит В, потому что даже по данным Всемирной организации ВОЗ инфицироваться гепатитом В в 100 раз чаще и в 100 раз больше инфицированных, чем ВИЧ-инфекции. А что можно сказать о результатах каких-то первых? Проект Респект, есть какие-то уже подвижки? Во время тренинга проходит до тренинговое тестирование участников тренинга и после тренинговое тестирование. И вот мы даже после проведения тренинга мы проводим анализ этих анкет непосредственно тренера. Я хочу сказать, что, конечно, ненамного снижается уровень стигмы, процентов на 15 в группе уменьшается и увеличивается количество знаний. То есть, соответственно, знаний больше, страха меньше. Спасибо большое. На этом будем заканчивать. Сегодня в гостях у проекта «Интервью дня» были директор Криворожского отделения всеукраинской сети людей, живущих в СВИЧ Элла Соколюк и главный врач Криворожского центра здоровья Лилия Веровенко. В студии работала Наталья Болдинская. Оставайтесь с нами, берегите себя и до встречи на главном телеканале города.